Жители алматинской многоэтажки боятся за своей жизнью. Рядом с их домом начали возводить учебный центр. В фундаменте девятиэтажки уже появляются трещины. Люди опасаются, здание может накрениться, а после рухнуть. Они объединились и решили остановить строительство. Уверяет, нормы безопасности никто не соблюдает. Алтын Мендебаева продолжит. Строительство учебного центра развернулось прямо под окнами Анвара Алиманова. Мужчина живет на первом этаже и пристально наблюдает за ходом работ. Они, к слову, начались всего неделю назад. Но жители уже заметили в фундаменте трещины. Я непосредственно живу. Вот мои окна. Может быть, он накрениться. Крен дома – это тоже своеобразная угроза для жизни жильцов. Здание, которое будет здесь построено, четырехэтажное, во-первых, нарушит естественную солнечную инсоляцию и проветривание стен этих зданий. В осенне-зимний период. Не рады новым соседям и другие жители микрорайона. Люди требуют от заказчиков строительства ответов на свои вопросы. Говорят, их мнение никто не учитывает. К тому же люди опасаются, что школьники испортят им жизнь. Детский центр подразумевает, что будут привозить детей сюда на занятия. На машинах. Теперь посмотрите, оглянитесь вокруг. А где они будут парковаться? Здесь остановка. То есть они прямиком будут заезжать к нам во двор. Хоть мы в других домах живем, но это все наш микрорайон, а мы в три. У нас никто вообще не спрашивал. Сами заказчики говорят, на строительство учебного центра имеют полное право. Проект уже успешно прошел государственную экспертизу. Изначально наши объекты находились на другой улице, но их снесли и нам дали в качестве компенсации эту землю. У нас есть все необходимые документы, разрешение от ГАСКО. Пройдена государственная экспертиза. Никакого вреда для дома не будет. Чиновники подтвердили. Стройку начали на законных основаниях. Все нормы соблюдены. Поэтому несогласие разгневных жителей, судя по всему, возведение учебного центра не остановит. Им посоветовали обратиться в суд.